Китайская марка Джак, которая по итогам прошлого года едва пристроила в России около 700 машин, не оставляет надежд закрепиться на нашем рынке. А для этого, как известно, нужен толковый кроссовер. Поэтому джаковцы расширили российскую гамму крупным паркетником S7. Притом на родине этот автомобиль продается под BMW-шным индексом X7. Это одноклассник Hyundai Santa Fe, хотя главным соперником, очевидно, станет Chery Tiggo 8. Но если Chery обещает через некоторое время показать полноприводную восьмерку, то Джак не имеет шансов на трансмиссию 4х4. И это огромный минус для большой семейной машины. Нет вариантов и с двигателем. Под капотом может стоять лишь полуторалитровая турбо-четверка отдачей 150 сил, к которой прилагается шестиступенчатый преселектив. Опять же, не самая интересная связка для нашего покупателя. Завлекать клиентов китайцы традиционно хотят интересным ценникам и богатыми комплектациями, включая семиместные. Хотя понятно, что отдать минимум полтора миллиона рублей за неизвестную модель казахстанской сборки захотят не все. Не секрет, что китайцы, но очень любят длиннобазные версии обычных легковушек. Скажем, в Поднебесной существовала такая диковина, как растянутая Škoda Yeti. А сейчас чешская марка специально для этого рынка удлинила Октавию. Вышло, надо сказать, прелюбопытнейшее изделие. Общий габарит увеличился на 6 сантиметров, из которых около пяти пришлось на удлинение колесной базы. А значит, главным выгодоприобретателем станут пассажиры заднего дивана. Чтобы всем окружающим было очевидно превосходство растянутой Октавии над обычной, новинке полагается особенный обвес кузова и щедрая отделка хромом. А ведь кроме внешнего декора, чехи расщедрились и на независимую заднюю подвеску. В салоне появился 12-дюймовый тачскрин медиасистемы, а в списке вариантов отделки заявлены уникальные варианты. В общем, заявить такая длиннобазка на российский рынок – это был бы хит. И продолжая тему наращивания габаритов. В Китае совместное предприятие Saig Volkswagen выпускает модель Terramont, а другому SP V Volkswagen поручили собирать еще более крупный Talagon. Эти модели заявляют одинаковый размер колесной базы. Также обоим кроссоверам адресован единственный двухлитровый турбомотор. В общем, делать очень большой паркетник немцы решили по максимально дешевому рецепту.